Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и сегодня будет долгожданный фикс прайс еда. Сегодня будем мы не только пробовать вкусняшки, но еще мы сегодня попробуем приготовить кекс в кружке. Готовится он очень быстро в микроволновке. Я сейчас его покажу, мы прочитаем инструкцию, и все это сделаем с вами вместе. Но для начала я хотела показать новиночки, которые я испробовала, и которые мне очень понравились. Во-первых, на стендах сейчас стоят вот такие напитки. Я, видите, по чуть-чуть оставила, чтобы вы понимали, какой здесь цвет. Очень вкусные, честно говоря, вот эти напитки. Они, как я поняла, без сахара. Вот это у нас с витаминами. Без сахара и с витаминами. Витамин С здесь, фолосин В9, витамин В6. Я не знаю, насколько это правда, но, в общем-то, и стоит, по-моему, 25 рублей. Здесь арбуз, яблоко, здесь у нас манго и киви. И я вам скажу, что я просто вот дотерпела до этого видео для того, чтобы выпить это с вами. Но сейчас я все не буду пить, потому что у нас есть там сладюшки, которые тоже хотела попробовать. Их нужно будет запивать. Очень вкусно, просто невозможно вкусно. Рекомендую. Но я пробовала два, по-моему, там еще какие-то есть. Вкусы LifeLine называются. Вот. Такие. Также у них же идут вот такие конфетки. Вот такие конфетки и вот такие конфетки. Тоже они идут без сахара. Мультивитамин и гранат. Гранат я еще не пробовала. Мультивитамин я попробовала. Мультивитамин вкусный. Одна из девочек мне написала в инстаграме или где, говорит, Селена, не ешь их 10 штук, иначе тебя пронесет. Видимо, девочка уже попробовала, как бы, и передает свой опыт. Ну, по 10 штук я, конечно же, не ем. Одну я ем максимум. Вообще, не ем много сосательной конфеты, потому что я читала, что для зубов они намного вреднее, чем даже шоколадные. Поэтому я даже не скажу, что я в день одну ем. Я могу просто одну съесть сосательную. И вообще не люблю сосательную, потому что я все время их проглатывала случайно. Знаете, там мысли за мыслью что-то раз и проглотила. И это так неприятно. Но гранатик мы попробуем сейчас. Я же должна вам сказать свое одобряю. Вот такая маленькая конфетка. Вообще сладким злоупотреблять нельзя. Это не для здоровья неполезно, не для фигуры неполезно, не для зубов. Ну, как такового граната я прям не ощущаю. Ну, сладенькая, сладенькая. Классно. Верну ее обратно, пока я не буду разговаривать, чтобы я ее случайно не проглотила. И вообще она мне будет взбивать вкус. Дальше на этом же стенде лежат, как эти конфетки и напитки, так же лежат вот такие батончики. Видимо, они тоже полезные. Я взяла, на самом деле, все вкусы попробовать. Потому что, в принципе, батончики я люблю. И вот такой карамельный, когда я была голодная, я прям в машине быстро съела. Ну, неплохо, вкусно. Мы ее съели прям вместе и с ребенком даже. Ну, не с моим, а с племянницей. И я бы хотела попробовать здесь шоколадный, кокосовый и ванильный. Карамельный вкусный. Давайте попробуем кокосовый. Хотя мне, кстати, карамельный показался кокосовым. Я откушу по кусочкам сейчас от каждого. Просто скажу, что мне больше всего понравилось. Кокосовый вкусный. Чем-то похож на баунти чуть-чуть. Мне кажется, все кокосовое, похоже на баунти. Давайте теперь попробуем с ванилью. Ванильный тоже вкусный. Ну, не знаю, мне надо, наверное, попробовать еще шоколадный, чтобы конкретно сказать, что мне больше понравилось. Потому что нет каких-то сильных резких переходов. Кокосика немножко. Ванильки немножко. Так бы я и не поняла, что это ваниль, если бы мне дали просто. Надо было вообще с закрытыми глазами попробовать каждый. И сказать, что, где, да. Карамель, ваниль или еще что-то. Скажу вам честно, вкусы специфические. На первый взгляд не угадаешь, где шоколад, где что. Единственное, что кокос достаточно отчетливо можно угадать. Потому что, ну, с шоколадом, да, с шоколадом есть немного. Потому что кокос, он такой, своеобразный, да. В общем, ну, не знаю, я их взяла по одному разу, попробовать можно. Больше я, наверное, покупать их не буду, потому что есть намного вкуснее и полезнее, мне кажется. Хотя, что здесь пишут? Чемпионы свой выбор сделали. Протеин, витамин, комплекс. Сделано в России. Состав глюкозный сироп. В общем, в составе одни витаминки. Практически. Ну, не знаю. На мой вкус это не супер-пупер. Еще, кстати, давно мы с Кристинкой, когда были в фикс-прайсе, я покупала вот такие вот, но я вам даже не показала. Вот такие вот рыбки. Мне они очень понравились. Они с сыром, они в такой маленькой, аккуратной упаковке. И они реально очень крутые. Ну, вкусненькие, знаете. Мне вот эти нравятся, поэтому, если вы будете, можете попробовать. Классные. Ты помнишь? Вот уже пришло время запить снова. Также в фикс-прайсе я взяла вот такое вот печенье фитнес. Готовая смесь. Ее нужно делать в духовке, но у меня есть мультиварка. И, скорее всего, это печенье я приготовлю вообще отдельно, потому что это целое дело. Мультиварку открывать и так далее. Оно с какой-то семечками, вот такое. Вообще, кстати, в Золотом Вавилоне возле Ашаны есть целый магазин пуда. Я, кстати, не зашла, не сравнила цены. Очень интересно будет. Но у нас фикс-прайс, и видео будет фикс-прайс. Также я купила вот такой вот кекс. Мне очень понравилось, потому что его можно приготовить в микроволновке и в кружке. И сейчас мы с вами его приготовим. Здесь нужно просто всыпать содержимое пакетика в кружку. Тра-ля-ля. Ну, в общем, отправляемся на кухню. Итак, сейчас мы возьмем эту смесь и всю ее высыпем сюда. Потом добавим 5 ложек столовых и все тщательно перемешаем. Мешаем. Не мало воды, как-то мало. А, на тесто тоже нужно. Пахнет вкусно. Вообще пахнет корицей. Корицей будет 5. Надо было маленькой ложечкой мешать. Теперь в микроволновку на 2 минуты. Ла-ла-ла-ла. Смотрите, наш кексик готов. А, ну, дай вилочку. Он вообще-то застывший. Ему надо остыть. Здесь он так выглядит. Я специально сделала в прозрачной, чтобы видно было, что там интересно мне просто. Да, он вообще весь там готовый. Классно. Сейчас остынет, и мы его выложим. Смотрите, какой красивый. Разве он не прелестен? Вообще. Класс. Я первый раз такое готовлю. В общем, одобряемся. Надо только попробовать. Сейчас попробую. Вот такой вот у нас получился кексик. Сейчас я его хочу попробовать. Ммм, вкусно. Мне кажется, это очень клево, быстро сделать. Просто к гостям. В кружке набросал, поставил. И к чаю уже что-то есть. Единственное, что я не очень люблю. Имбирь. Но вот без имбиря можно было бы взять. Вообще. Я, честно говоря, в шоке, что такое бывает. Это для таких людей, как я. Вот и все, мои хорошие. Мы приготовили с вами. Вот такое вот у нас чудо-юдо получилось. В общем-то, пробуйте. А я с вами прощаюсь. До следующего видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok